Я думаю, что ему это население не очень важно. Знаете, почему? Потому что я даже не Приднестровь, а некий плацдарм для его дальнейших атак. Он этот баз воспринимает как плацдарм. И Крым, кстати, тоже. Я думаю, что будут предприниматься энергичные меры по уменьшению населения Крыма. Чтобы не создать там какую-то напряженность? Нет, просто денег нет на содержание того количества людей, которые там живут, и это военная база. Поэтому там ничего не будет развиваться, все будет закрываться. Они будут специально делать так, что так ничего не было. Чтобы люди оттуда стали уезжать от безысходности. Кто-то может в Украину, кто-то в Россию. Но чтобы там были только, условно говоря, Черноморский флот и обслуживающий его контингент. Все. И те, кому не удастся выдавить. Например, крымско-катарский народ будет тяжело оттуда выдавить. Но они тоже все делают, чтобы крымско-катарам было не комфортно, чтобы они оттуда уезжали. Видите, арестовывают, ругодители, меджилисты. Да. Да, это же известно. Поэтому Крым, в принципе, станет пустым. Никакого курорта, никакой базы, ничего там не будет. Это уже ясно. Донбасс тоже, потому что плацдаром, но не для нападения в Украину, они должны показать российскую мощь в Черноморском бассейне. И там не нужно население для этого. Это как Антарктида для них. Потому что там хороший климат, но в Антарктиде плохой какая разница. Главное, что флот стоит. И главное, что население кормить надо. Да. На всякий случай. Конечно. Тоже. В этом смысле, и они не умеют кормить, потому что, это показано историей с Калининградской областью, которая тоже такой же плацдаром. Вот крымчане, прежде чем голосовать за те из них, кто голосовал за Россию, я не знаю, сколько их было на самом деле, но я бы хотел, чтобы они перед этим съездили в Светлогорск. Это такой чудесный курорт Светлогорск, Калининградской области. И что там? Который когда-то был одним из самых знаменитых курортов в Восточной Пруссии. В этом регионе отдыхал Столыпин, там еще есть мемориал Линдовский. Приезжали в эту Германию, как это было, как Ницца. Ну и там на доме отдыха большой плакат, так сказать, Калининград, плацдарм, фарпост, фарпост России на курорте. Ну и там ничего, вот, ну понимаете, очень тяжело сделать из фарпоста курорт. Ну это однозначно. Поэтому это скорее курорт для местных моряков и для тех, кто живет в Калининградской области. И тоже никогда не было желания увеличивать там население. Тут то же самое. Но это одна история. С Донбассом вообще там не нужно население. Вообще. Там нужно, чтобы были войска, чтобы были эти бандиты, чтобы можно было там размещать грады и прочее население. Там играет роль исключительно живого щита. Вот зачем оно надо. Чтобы нельзя было их обстреливать. То есть, в принципе, можно было их всех бы вообще оттуда выгнать, но они нужны, чтобы комфортно чувствовать себя на позициях. То есть это фактически заложники. Все. А о социальном обеспечении, заложниках, пенсии, зарплатах не думаешь, потому что их задача гибнуть. Вот задача людей, которые там живут, просто подыхать, потому что Путину так хочется. Это надо понять. И что в этом случае происходит, если он вдруг создает там квази-государство? Непонятно?